всем привет дорогие друзья с вами крымский влог и я артем лавриненко очередная наша прогулка по севастополю и сегодня мы с вами на мысе фиолиант посетим сегодня самый популярный мыс в крыму ну а также друзья спустимся к самому опасному пляжу за последние два года это пляж царское село в общем как всегда будет интересно и полезно но пока не началось это видео обязательно подпишитесь на канал поставьте лайк и напишите свой самый пламенный комментарий а также переходите в telegram потому что там все самое интересное про крым и город-герой севастополь ссылка в описании под этим роликом ну что ж друзья приятной вам прогулки начинаем начинается наша сегодняшняя прогулка друзья по мысу фиолиант из первых кадров естественно друзья я решил вас сегодня ошарашивать так сказать с первых кадров хочу чтобы почувствовали силу и мощь этого места потому что какой мыс еще самый популярный в крыму естественно любой любой турист любой путешественник скажет что это мыс фиолиант потому что виды отсюда открываются просто фантастические друзья по-другому сказать нельзя нельзя и придумать по-другому потому что так оно и есть посмотрим вправо на отрок на скалу офигению на ее двух братьев ореста и пила да кстати которым мы плавали с вячеславом когда ходили на яшмовый пляж с той стороны открывается шикарный вид на тот самый яшмовый пляж на скалу святого георгия на георгиевский монастырь который находится сверху на мыс а я жаль что конечно же отсюда не видно балаклавы севастопольской жемчужины в общем красота друзья одно из самых привлекательнейших и красивейших мест в севастополе ну а что же такое фиолет фиолет сложен породами вулканического происхождения остатками действия древнего вулкана действовавшего здесь кстати в среднеюрское время то есть друзья что вы понимали вот эти вот все скалы возраст их 152-163 миллиона лет назад поэтому его еще называют памятником вулкану долгое время географы не могли договориться насчет того как правильно писать название мыса проблема состояла в двух основных толкованиях его происхождение первое переводило странное слово как божья земля составляя его из корней взятых из греческого и готского языков второй вариант возводил название генуэзским колонизатором и переводил его с итальянского как неистовый соответственно в первом случае правильно было бы писать фиолет а во втором фиолет как вы поняли окончательно закрепилось последнее название поэтому сейчас это место привычно писать и называть фиолет я кстати только что обратил внимание что внизу пошли ребята смотрите я никогда не думал что здесь можно спуститься в самый низ внизу есть несколько таких небольших одиноких пляжей вот как раз для парочек видите вот пара ребят спускаются на самом деле это очень рискованно поэтому я бы не рекомендовал это делать абсолютно никому ну а люди которые уверены в себе которые регулярно ходят в такие походы конечно же их ничего не остановит ну возможно я зря переживаю на самом деле может быть там спуск довольно таки скромный но зато там будет прекрасная возможность уединиться друзья уединиться с морем уединиться с мысом фиолет ну и собственно со всей природой вот такая красота так я сейчас предлагаю подняться немножечко наверх еще оттуда взглянуть на фиолет и конечно же хочу вам еще показать сам район фиолет а потому что он тоже огромен потому что у нас принято называть не только эту часть мыса официальную ну и все что рядом находится пойдемте наверх поднимаясь повыше а здесь пишутся картины посмотрите какая красота пишет их два художника из санкт-петербурга василий светлана шевчаки вы есть да в социальных сетях в контакте или где вот друзья ищите художника в социальных сетях можно и приобрести у них картины посмотрите какую красоту пишет бомба я понял хорошо спасибо что самая верхняя точка мыса окинем взглядом все происходящее обязательно заглянем вниз в пропасть юху посмотрите какая красота и отсюда конечно же упасть и просто свернуть шею хотя высота не такая уж и большая всего лишь ориентировочно 50 метров ну конечно же этого будет достаточно ну что красавицу офигене отсюда видно еще лучше давайте окинем взгляд еще и на левую сторону и будем отправляться на противоположную сторону мыса откуда открывается не менее фантастический вид на весь севастополь и весь район фиолент дошли мы друзья до противоположной части мыса херсонес с которой открывается не менее красивый и фантастический вид и вообще это легендарная территория закатов поэтому каждый вечер круглый год здесь один из самых сумасшедших видов на заходящее солнце в черное море ну и конечно только гляньте на эту береговую линию насколько она разнообразна насколько она насыщена бухтами маленькими небольшими мысами да и в целом друзья просто фантастическим видом мы сейчас с вами отправимся вот на этот ближайший пляж который называется царское село назван он так по собственно никакого отношения к царям не имеет ни к семье романовых никому а имеет он отношение к садовому товариществу который находится выше оно так и называется царское село ну и как вы видите друзья сверху очень много садовых товариществ и все они тоже называются территории фиолента поэтому в городе когда вы спросите как добраться до фиолента вероятнее всего люди у вас просят куда именно а в начале кстати 19 века вся эта территория называлась опаринские хутора это было бытовое название местности в километре от мыса фиолент в сторону мыса херсонес херсонес мыс находится вот там где-то далеко на нем собственно находится маяк с одноименным названием в начале двадцатого века здесь находился кластер курортных уртаров названный по имени владельца григория ивановича опарина около 1904 1905 года в севастополе начинается курортный бум и владельцы приморские имени спешат разделить их на дачные участки и подороже продать так создаются дачные поселки новый херсонес у стрелецкой бухты омега у бухты круглой александриада джаншиев поселок малая жимси в районе мыса фиолент а все вместе они собственно так и назывались опаринские хутора они к сожалению не пережили великую отечественную войну все они были полностью разрушены кстати александриада это было названо в честь супруги григорий ивановича ровно точно так же как и бухта александры либо как по-современному ее называют бухта баунти вот знаете бухта александры названа в честь супруги григория ивановича опарина мы по традиции давайте посмотрим вниз над обрывом это не самая крайняя точка на самой крайней сидит девушка но отсюда открывается просто фантастика друзья и я люблю сюда приезжать в любое время года в любое время года здесь нереально красиво одна из самых живописных троп друзья чем ближе тем красивей кстати вот эту территорию через которую мы сейчас пройдем я имею ввиду вот эту зелень всю нижнюю называют метрополичи сады на деле это никакие не сады просто ранние территории эти принадлежали монастырю а сегодня метрополичи сады просто живописный участок заросший типичной для крыма смесью древесной растительности с изорядной долей диких и плодовых деревьев и вот кстати идут они прям до бухты александр и собственно добавим те где проживают дикари помните которые гоняли которых выселяли но они все равно продолжают там жить и кстати милейшие люди на самом деле и насколько я знаю а я знаю очень хорошо эти места то гадят как многие там считают в основном это не они а люди которые приезжают отдыхать на баунте и просто оставляют свой мусор ведут себя непотребным образом напиваются жгут костры и так далее поэтому не обижайте дикарей милейшие люди следят за территорией всем рекомендую вообще прийти познакомиться с ними видимо я рано начал снимать митрополитчи сады так чтобы вы конкретнее поняли вот так они выглядят это фисташка насколько я понимаю также здесь встречаются можжевельники дубы и вся остальная разновидность наших прекрасных деревьев по пути как вы видите стоят лавочки можно передохнуть хотя здесь тропа довольно таки легкая потому что на фиоленте как вы знаете допустим если взять тот же самый я пляж мой пляж где около 1000 ступенек в общей сложности то там подъем конечно же гораздо сложнее здесь он более пологий более простой и компактный но очень небезопасный друзья поэтому сто раз подумайте добрый вечер и вот с этого места начинается лестница и если кто-то друзья не знал то за последние два года здесь случилось два обвала вот этой породы видите здесь скорее всего известковая порода да вот как раз низу валяются камни поломанные деревья такой хаос небольшой и вот эту лестницу часть лестницы сделали совсем недавно буквально поза прошлом в прошлом году потому что в этом году случился новый обвал и собственно ну только в другой части лестницы поэтому вот именно поэтому я и говорю что нужно подумать прежде чем сюда идти а вот причину обвала вы можете сейчас слышать видеть видно вам или нет течет небольшой ручеек он как раз туда идет и прям спускается на берег собственно он и подмывает породу которая сходит и обваливается посмотрите какой размах сейчас ключу широкоформатную съемку посмотреть вот это все упало уже конечно поросло травой поросло еще какими-то кустарниками вот кстати девушка где стоит это мы с вами там начинали наши наш пуск это все валилось ну и собственно сейчас перейдем к тому участку который я посещал зимой где собственно и случился крайний обвал смотрите как выглядит лестница новая я понимаю что это ребята скорее всего местные здесь подкопали естественно для своих отдыхающих но все равно друзья это огромный риск огромный сейчас иду по ней сам уже сомневаюсь идти или ну естественно я дойду дай бог все будет хорошо ну вот так вот сейчас здесь ставлю коротенькое видео как здесь все выглядело зимой а я снимал вот именно с этого места я не знаю или еще раз прошел обвал или ребята все-таки расчистили самостоятельно лопатами ну короче очень жестко идем вниз идем чего делать вот таким образом люди поднимаются наверх но на самом деле тропка очень узенькая друзья только что женщина встала здесь и чуть не не ушла назад вот собственно в эту сторону еле успела схватить за спину поэтому если поднимаетесь лучше сразу идти по чуть-чуть но идти до конца не останавливаться потому что когда останавливаешься бывает такое голова сразу начинает кружиться и короче не хорошо становится пока сердце работает в одном ритме то нужно идти и лучше в опасных местах еще раз повторюсь не останавливаться а лучше в опасные места не ходить а посмотреть мое видео написать пламенный комментарий артему и добрый вечер как говорится так ну что мы практически внизу у нас финишная прямая я уже быстрее хочу спуститься и искупаться на самом деле посмотрите прямая пленала просто такой пик бы до 90 градусов лестница елки-палки я же голова закружилась так ну что вот этот мыс кстати не имеет никакого названия единственная отметка которая есть на картах на нем это расщелина ларионова кто такое ларионов и в каком месте конкретно здесь находится расщелина мне непонятно но это один из самых тоже таких красивых я не знаю и таких романтичных мысов на самом деле сюда круто было раньше по крайней мере прийти с кофе с чашечкой кофе его там на краешке сесть и провести собственно заказ эта часть пляжа называется пляж патриот тоже откуда произошло это название мне неизвестно возможно знают местные люди кто проживает на фиоленте много лет обязательно напишите в комментарии вот эти два камня в воде называется юнгой кадет по моему то же самое происхождение не знаю этих названий но явно с чем-то связано ну и вот собственно пляж царское село дикий пляж с крупной галькой друзья посмотрите какая чистая вода шикарная вот конечно вот ради этого и хочется приходить ради чистой воды мы в прошлом году со славой правда здесь купались и вода была просто фантастическая ну что отправляемся вниз надеюсь это лишь вот этот участок и все будет хорошо вперед все нормально пока вроде все нормально друзья не знаю сколько здесь ступенечек но в реально вас угол их расположение напрягает так смотрите здесь еще есть и кажется какие никакие услуги предоставляются есть сапы сейчас узнаем почем есть там каяки даже с правой стороны можно доплыть до грота дианы камера хранения есть а почем сапы 500 рублей час я понял и все больше ничего нет до прошлом году ли вы пришел сезон она погнала и дальше так 500 рублей час друзья сапчик стоит да в принципе как и везде цена похожая так выключаю ширик и идем на пляж пойдем поближе к воде я сейчас оседлают волну как друзья как по мне здесь просто рай для анонимных пляжников посмотрите какая красота людей мало вода чистая теплая посмотрите какая красота сейчас потрогаем водичку говорю вода теплая еще не трогать вода прохладненькая на самом деле но то что надо градусов 20 мера но она прозрачная она чистая друзья она просто кайфовая так я пошел купаться друзья вода просто бомба очень теплая первоначально были такие ощущения как будто бы холодно но на самом деле очень плотно теплая господи 20 градусов ориентировочная вода ну очень класс так я вас сюда не зову только самых уверенных в себе зову уверенные в себе приходите те кто люди хотят немножко сомневаются и со здоровьем что-то не так высоты боятся друзья лучше не рискуйте пойдите на более безопасные пляжи окей ну и как вы думаете куда решил подняться решил подняться на вот этот отрок который разделяет между собой два пляжа два берега где находится собственно расщелина ларионова так поднимаемся наверх мы почти на финише друзья еду красота посмотрите как красиво либо ребята на сапах поплыли там вообще вдвоем ребята обнимаются целуются на сапах вот перед вами сам мыс фиолент вот собственно здесь я снимал сегодня с краешку пляж царское село пляж патриот небольшой посмотрите какая чистая вода здесь раньше здесь кстати можно было встать с палаткой сейчас я так понимаю там воткнули три зонтика поздали каяки и скорее всего никого не пускают ну и самое главное друзья посмотрите как случились обвалы как выглядит лестница отсюда с этого вида вот такой путь надо преодолеть как раз люди там сейчас поднимаются четко их видно и вот там вот по метрополит чем садам мы поднимаемся на самый верх да друзья природа конечно фиолента уникально нигде такого нет сто процентов вода тишь да гладь вообще вот здесь как раз находится грот дианы вот он прям вот здесь вот вот здесь вот здесь друзья его не видно к сожалению и скоро будет один из самых фантастических севастопольских закатов ну и как же не пройти к пляжу патриот в эту маленькую лагуну от нее осталось совсем чуть-чуть после обвалов раньше конечно же здесь хотя бы метров 30 была береговая линия а сейчас еще меньше но зато по друзья посмотрите какая здесь вода еще саду и через очки смотрю она просто прозрачнейшая маленькая тихая лагунка это просто мечта туриста посмотрите на эту воду просто слеза ну вот этот отрок на котором мы с вами только что были а вот это наверное расщелина ларионова ну будем думать что она друзья но это просто фантастическое место вот эти камни которые казались совсем маленькими не такие уж и маленькие которые называются кадеты юнга почему-то давайте пройдем до конца здесь кстати тоже бьет родник причем он тут бьет я сколько помню это место он здесь всегда был течет пресная вода откуда непонятно сейчас кто-то напишет что это стоки что-то канализация друзья но не так смотрите на этот берег это просто магия согласитесь вот этот вид друзьям просто шикарен ну вот она потухший вулкан собственной персоной послушайте ну что друзья я в море взял впервые своей жизни в аренду сап и выплыл в море для того чтобы вам показать всю окружающую красоту именно с этой стороны но во первых еще раз мыс фиолент тот самый отрок на котором мы с вами были посмотрите какая красота весь царский пляж весь фиолент просто перед нашими глазами ну и еще один сюрприз который он хотел показать это конечно же грот дианы которые находятся сзади меня посмотрите какая красотища я друзья буду снимать небольшими отрывками поэтому вы меня извините я знаю что возможно кому-то бы хотелось чтоб я снимал в онлайне но к сожалению получится нужно грести нужно снимать а плюс телефон всегда находится в чехле друзья поэтому вы уж меня простите сейчас подплывем поближе к роту дианы и уже встретимся там посмотрите на это величие друзья посмотрите на эти скалы вот он грот дианы ну и сегодня уже наверное последние лучи как видите тучи на горизонте поэтому сумасшедшего заката к сожалению сегодня не будет ну вот эта красота друзья она стоит того чтобы взять вот этот хитромудрый вещь и доплыть туда красота конечно неописуемая вот мы друзья и добрались до самого грота дианы кстати меня потихонечку относит назад кстати ребята вообще вовремя в кадр вошли шикарно поплыли кстати грудь дианы находится внутри мыса лермонтова название абсолютно никак не связано с именем писателя михаила юрьевича дай мне бог памяти но многие экскурсоводы как раз прикрепляют его имя говорят что здесь у него когда-то случился роман с какой-то незамужней француженкой друзья на самом деле это все выдумки не верьте в это есть еще одна версия что здесь когда-то построил дачу в этом районе один из богатых людей села стополя по фамилии лермонтов ну и собственно так и появилось название самого мыса кстати посмотрите на краю скалы сидит человек провожает закат меня потихоньку несет обратно ребята вообще на каяке плавают красота друзья в море это друзья это просто это это лекарь самый лучший он девчата вообще просто плавают а вот как раз тот кто дал мне каяк денис по моему если не ошибаюсь денис прости если тебя зовут не денис сейчас на берег выйду обязательно спрошу поэтому обращайтесь к нему настоящий мастер своего дела 5 год здесь на царском пляже всегда поможет и расскажет смотрите как он плавает шикарно или ходит на каяк и вообще война на сапе ходят или плавают а ну-ка моряки подскажите в комментариях вот он друзья сансей мастер своего дела на пляж царское село приходите вперед к нему научит обучит расскажет вообще даже и самых чайников поставит на сап не знаю научит плавать короче все раз вот да друзья а если вы придете и скажете что вы от крымского влога денис еще и сделает вам какую-нибудь хорошую скидку или какой-нибудь презент хорош не значит придумает короче в любом случае вас обрадует до ну что друзья на фоне этого прекрасного заката давайте подытожим нашу сегодняшнюю прогулку во первых мы сегодня с вами прогулялись по мысов фиолент мы сегодня сходили на царский пляж и я сегодня впервые проходить прокатился на сап доске большое спасибо денису на самом деле уговорил меня говорит давай давай закат такой красивый я говорю да я ни разу не плавал да сейчас научу прочь простого поэтому обязательно обращайтесь денису кто придет на царский пляж еще раз говорю мастер своего дела на самом деле вот люди которые просто любят то чем они занимаются поэтому всегда занимается этим а души естественно людям с ними проще короче друзья гуляйте и путешествуйте дышит дышите свежим воздухом а я вас по традиции нежно обнимаю до хруста говорю вам до свидания говорю до новых встреч в новых видео я погнал домой